Вячеслав Сивчик появляется в эфире утро февраля. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Прекрасно, наконец-то я вас слышу. Вячеслав, я уверена, что вы, как и мы, держите руку на пульсе, поэтому знаете о трагических событиях, которые происходят на территории Украины, как подконтрольной на сегодняшний день центральной власти, так и временно оккупированными территориями. Сегодняшний теракт или, если хотите, сегодняшнее массовое убийство украинских военнопленных. Я вот, знаете, так в воздухе поставила вопрос, о чем это свидетельствует и зачем стоило бы это делать. Знаете, они уже и так в руках режима Кремля, и так в руках Путина. Крути, верти ими, как хочешь. Снимай кино, я не знаю, заставляй их делать все, что угодно. Но при этом Путин их убивает. Как вы считаете, зачем? Для чего это было сделано? Ну, естественно, это для того, как просто застрашивать Украину. Понятно, что происходит, потому что это абсолютно нелюдские действия, абсолютно, которые не вписываются никаким международным правом. Поэтому самые искренние мои слова поддержки Украины, особенно тем семьям украинским, которые потерпели от вот этой агрессии, от этой тихости, которая пришла на украинскую землю. Но здесь, знаете, как вопрос все-таки, наверное, в международном каком-то правовой защите, что ли. Знаете, мы сейчас просто говорим о том, что Путин, его система, его режим, его пропагандисты, они же все время пытаются показать его не убийцей, а голубем мира. А здесь вот такое жестокое преступление. Я уже вспоминала, что Еженевская конвенция, документ, который, я уверена, давным-давно сожгли во всех библиотеках России, но тем не менее, есть законы, которые защищают людей даже во время войны. Но здесь режим Путина, его военные, преступники военные себе позволяют такое. Ожидать ли нам, что будут какие-то последствия? Последствия уже от мирового сообщества? Ну, сначала нужно про генезис. Мы не случайно говорили два года тому назад, что Беларусь возвращалась в сталинские времена. Во времена Сталина тоже даже несколько конвенций ставились так, как они ставились. Естественно, абсолютно необходима реакция резко международного сообщества. Но, к сожалению, мы пока бедственных нет. Для того, как могут дать вот эту силу страшную, расистского терроризма, режима Путина, мы пока не видим. Все, что пока сделано, просто полумеры. Если говорить о международном праве, то давно уже возникает вопрос о трибунале международным по военным преступлениям. Потому что если это не было сделано, то эти преступления будут просто множиться. Любой преступник, когда он безнаказан, он дать ему, что ставит преступление. Вот это как раз сегодняшняя власть Российской Федерации. Знаете, в Америке сейчас началось очень большое движение. Речь идет о том, что в Госдепе, в принципе, есть такое понятие. Сегодня, собственно, должно состояться и важный разговор между Блинкиным и Лавровым. И там речь идет о том, что будут намекать Российской Федерации, что США находится буквально за шаг от того, чтобы действительно уже абсолютно серьезно признать Россию спонсором терроризма. Мы знаем, что там меняется очень многое. И сегодняшние санкции, которые введены уже против Российской Федерации, это еще не законченный этап, еще можно усугублять. И вот сегодняшние события с тем, как поступают с мирными жителями, это мы сейчас вспомнили с вами про Еленовку, а есть Николаев, где людей расстреливают на просто остановке общественного транспорта. Неужели, как вы считаете, Россия не боится, что у нее будет именно такой статус? Страны спонсора терроризма. Ну, как вы знаете с историей, ни Гитлера, ни Сталина, они ничего такого не боялись. Ну, а Путин идет по их следам, и он абсолютно уверен, пока в своих, к сожалению, силам. И остановить его можно только совместными усилиями. Если говорить о США, то в Минске сегодня тоже начался судебный процесс, где политический процесс, он очень громкий. Его сейчас обещали сделать открытым табу, судить гражданина Соединенных Штатов Америки, потому что режим Александра Лукашенко, он очень старый, и репрессии захлебнули Беларусь, начиная с 1996 года. И на это время многие белорусы уехали в другие страны и стали гражданами этих стран. Так вот, судят гражданина в Беларуси Сминске и Великой Зняковича. Вместе с ним на скаме подсудимых еще четыре человека, в том числе и известный публицист Александр Лукашенко, и лидер партии БНФ Рыгорко Сусел. И вот то, что происходит сейчас в Минске, усиление репрессий, оно тоже кладется в конво всего того, что уже на последние месяцы мы увидим в мире. К сожалению, пока хороших новостей у вас нет. Здесь тогда, знаете, я вас еще спрошу о том, что вы сейчас вспоминаете ситуацию с Беларусью. Беларусь это все-таки, к сожалению, мы констатируем, становится все большей частью Российской Федерации. И вот здесь как раз Россия, страна-агрессор, устами министра иностранных дел, сказала следующее. Это, собственно, слова Лаврова, который, выступая в Каире перед представителями стран ОПЕК, сказал, что в принципе Кремль не отказывается от переговоров с Украиной. И если меня не изменяет память, то и самопровозглашенный президент Лукашенко, он же все время говорит, ну слушайте, надо же там договариваться, надо садиться за стол переговоров. Хотя он всегда напоминает, что Украина должна прийти с повинной, ну и там подписать любые документы, которые предлагает Кремль. Вот после всех этих событий, я просто подчеркиваю еще раз, это сегодня не первый, не второй теракт. Это минимум там сотый, потому что сегодня 156 день полномасштабного вторжения. Лавров все еще надеется, что с ним сядут за стол. Хотя я предполагаю, что если стол идет, речь идет о столе, который находится в зале суда, то может быть. Но в целом, как вы считаете, почему Лавров все равно находится в этих розовых очках? Это же не только история, когда он выступает на пропагандистском российском телеканале, он тут говорит во всеуслышание перед мировым сообществом, мы готовы говорить. О чем говорить? Очень хотелось, чтобы вы были абсолютно правы, пока зашли с рук и Лукашенко, и Москве, которые все время его поддерживают и поддерживают. Пока то страшное время, в котором мы живем, оно никак не закончится. И хотелось бы, чтобы и Лукашенко, и Путинский режим стал бы прошлым, добыл международный текунал, но до этого еще очень далеко. И вся надежда только на то, что настолько, что и Белоруссия, единственное, на то, что Белоруссия может рассчитывать, это на то, что по Белоруссии развивается партой, на большие уже просто вообще нет никаких возможностей. Если вы обратили внимание, уже и Путшилин был в Бресте, это означает, что влияние того же Лукашенко, даже на ситуацию в Белоруссии, решительно уменьшилось. И, к сожалению, вы тоже не сказали правду, когда говорили, что Белоруссия – это более и более российская федерация в Бресте. Пока осталось только одно, то, что Лукашенко в СКОР и РФ. В СКОР и РФ, по патенту Лукашенко, по визиту Пушилина, по очередному ракетному обстрелу российскими войсками в СКОР и Белоруссии, очень такие тревожные, конечно, присутствия, хотя эти тревожные присутствия уже где-то в шестой месяце. Вячеслав, мы с вами уже как-то в эфире вспоминали, и я это действительно искренне каждый раз подчеркиваю, что мы проводим очень четкую черту, знаете, такую линию между белорусским обществом и между самопровозглашенным президентом Лукашенко, который очень хочет быть похожим на Путина, хочет быть достойным, чтобы находиться с ним рядом. Поэтому он точно так же издевается над своим обществом и точно так же приложил руку к убийству украинцев. Но я хочу, чтобы мы с вами, знаете, так пофантазировали, а доколе мы можем говорить, что белорусский народ ни при чем, в том смысле, что ООН и не мешает. Я хочу напомнить, что буквально вчера с территории Белоруссии было выпущено множество, взлетало множество самолетов и были нанесены удары по Киевской области снова и по Черниговской области снова. Да, там сидели за штурвалом люди на зарплате того самого президента Лукашенко. Да, это люди из его режима, и мы знаем, что весь режим у Лукашенко, он опирается им на военных. Но когда умирают украинцы, а белорусы все еще из дому сочувствуются, переживают, боятся, нам этого тоже недостаточно. Так вот я вас хочу спросить, знаете, по-человечески, как долго нам можно не обижаться на пассивность белорусского народа? Нет никакой пассивности белорусского народа. Да, к сожалению, вчера была снова трагедия, когда российские войска, подчеркиваю, российские войска территории Белоруссии нанесли ракетные удары по территории Украины. Белорусская ракета, она разная дает, были дадены белорусского гаюна, это белорусский президент, канал, который давал 25 ракет, есть, да, мне, что 10 ракет, но дело не в этом. Дело в том, что сам белорусский народ, он с 96-го года не имеет возможности развивать. Если уже говорить конкретно про тот аэропорт, с которого наносились ракетные удары, этой военной базы, то там три периметра, и два периметра это чисто российские войска. К сожалению, белорусское общество, которое вы упомянули, оно практически уничтожено сейчас политическими репрессиями, которые непрерывно идут уже такие два года. Это не было ни одного дня, чтобы человек белорусов не арестовывали, не пытали, не издевали. Этот красный, специальный метод по подавлению народа, он привел к тому, что никакие открытые акции протеста сейчас было невозможно. Но даже в эти условия, когда 2020 год превратил лукашенковскую банду, которая давно проводила белорусской, лукашенковская путинскую банду, Москва все равно боится лукашенковские войска погнать на Украину. Потому что, хотя белорусский народ, он поневоленный и не имеет никаких прав, он еще живет. И абсолютная большинство белорусов, она не хочет участвовать в этой войне. И кто и другой спорт, несмотря на эти страшные репрессии, не знаю о том, что Российская Федерация все более и более залазит в Беларусь, про что мы говорили с 90-го года, все равно сопротивление белорусского народа существует. И сейчас, к сожалению, многие из рамцовных действий, которые кажутся нормальными для Украины, они наоборот придушают это противление, которое идет в первую очередь, потому что белорусам нужна Беларусь. К сожалению, в условиях, в которых белорусы были, вот сейчас это все и сказывается. И, конечно, то, что не хватает информации. Вот сейчас по политическим справам находится формат в дыре лидера белорусской оппозиции. Это Николай Штаткович, который выступал в Майдане с 2004 года. Николай Штаткович, лидер городского демократической партии «Народная громада». Павел Штаткович, это лидер БФД. Горгий Штаткович, как я говорил, это лидер партии БНФ. Арестован недавно был лидер партии АГП. Николай Котлов, тысячи понятия, которые, никто не знает, специальные дамы были понижены. Репрессии по всех районах Беларуси. Конечно, в такой ситуации у белорусов очень малая возможность, когда 15 патрулируют белорусские города, что-то сделать. В феврале, если бы Лукашенко ввел свои войска в Украину, то был бы встык его. После февраля репрессии, просто в такой степени все к ним привыкли, и так они усилились. Но неизвестно, что дальше будет. Я хотел бы сказать, что мы боролись с этой бандой все эти страшные годы. Уже достаточно много жертв принес белорусский народ во время этой борьбы. И говорить про какую-то вину именно народа, сейчас это достаточно подло. Потому что сам белорусский народ является естественным союзником Украины. И это нельзя в том образе потерять. Но иначе будет все очень страшно. Когда вы говорите про союзника, тут, конечно, пока не ощущается. Я понимаю всю трагедию, когда вы говорите, что оппозиция сейчас находится в тюрьме. Мы знаем эти страшные истории, когда действительно ваших молодых активистов точно так же арестовывают за самые маленькие провинности. Но вы понимаете, как если бы, например, в истории Украины не было такого события в 2013 году, как избитие украинских студентов, студентов, молодое поколение, когда абсолютно чужие родители пришли их защищать, и я хочу напомнить, что на Майданы выходили миллионы, в Киеве выходили миллионы людей защитить чужих детей, потому что это символ будущего, потому что это символ совершенно другого государства, в котором мы не хотели жить. Тут скорее тогда вопрос, почему же белорусское общество не выходит за этих оппозиционеров и не выходит за этих молодых людей, которые, кстати, пытались не допустить переброса военной техники, подрывали коле и за что попали в тюрьму. Здесь, конечно, должен был бы их защитить как раз белорусский народ. Я думаю, что он не стоит по той же причине, потому что он не уходит на поперемный украинский березон. И знаете, я входил в Зеландовской группе на Майдане во время помиратчего реализации, выступал на Майдане в 2013 году. Я все-таки обратил ваше внимание на трагедию честьянского народа, который на наших глазах мужественно две катарские войны вел войну с противным терроризмом. И вы сейчас видите, что происходит, что кадыровцы участвуют в войне с Украиной. Так вот, в 2020 году одна из задач, который состоял в тюрьме во время украинского парка последнего, это превратить Лукашенко в Белоруссии в Кадырова. Это удалось в Москве сделать. Но пока еще не удалось загнать белорусов на войну с Украиной. И вот этому не надо помогать, потому что если бы была возможность проведения Майдана в Белоруссии, то мы давно бы его провели. Таких возможностей у нас никогда не было. Более того, даже в 2020 году, когда был аналог Майдана в Белоруссии, это событие 9-12 августа, когда шли уличные бои между карателями лукашенковского режима и людьми, которые абсолютно до этого были не готовы. Это был короткий и страшный голавый в Белоруссии, но он дал именно только пока белокрасно-белый флаг, который все увидели, именно как флаг белокусского народа. Вячеслав, услышали вас. К сожалению, благодаря системной поддержке Москвы произошло то, что происходит с 1996 года. Лукашенко при власти. Хотя это абсолютно незаконно, нелегитимно, это просто банда. Причем я обращаю внимание, что эта банда, это был еще полигон для прихода к власти самого Путина. Лукашенко захватил власть, пришел к власти в 1994 году, незаконные власти в 1996 году, а про Путина мы узнали только на границе уже десятилетия. Вячеслав, главную мысль мы услышали. Единственное, что я всегда подчеркиваю и говорю, что будущее народа, оно ведь в руках не только его правителя, будь то Лукашенко или Путин. Путин один и Лукашенко один, а в каждой из стран, о которых мы говорим, это миллионы и миллионы людей. И вот эту удавку, которая находится, например, и на шее белорусского народа, это было и на украинском. И мы ее скинули. И всегда говорим, что мы очень надеемся, что это произойдет и с белорусами тоже. Мы в это искренне верим. Лидер движения «Солидарность и разам Беларусь» Вячеслав Сивчик был гостем утро февраля.